Приветствую всех! С вами Михаил Щербаков. Этим видео я начинаю цикл мини-лекций, посвященных инструментам современной теории решения изобретательских задач. Вы, наверное, сталкивались с такой ситуацией, когда у вас появляются какие-то проблемы, например, падают продажи, появился брак, конкурент вывел на рынок что-то новое и необычное. Вам рекомендуют использовать ТРИС. Это и последующие видео будут посвящены знакомству с теорией решения изобретательских задач и результатам использования этой методики. Итак, официальная история ТРИС начинается с 1956 года, когда в журнале «Вопросы психологии» Генрих Альшуллер и Рафаэль Шапир опубликовали свою статью о психологии изобретательского творчества. После этого Генрихом Саулычем Альшуллером и его соратниками была проделана огромная работа по созданию учебных центров по всему Советскому Союзу и развитию теории. К середине 80-х годов прошлого века сформулировалась классическая теория решения изобретательских задач. Эта теория включала в себя инструменты для решения задач, инструменты для прогноза, информационный фонд, позволяющий находить прорывные решения. Но в 90-е годы, когда три специалисты вышли из конструкторских бюро и научных институтов и стали брать заказы у различных фирм, оказалось, что задач нет. Есть проблемы, плохо сформулированные заказчиком. Владелец фирмы мог прийти с желанием обогнать конкурента, но никто не понимал, за счет чего он мог это сделать. В те времена стала развиваться современная теория решений изобретательских задач. Появилась некоторая структура работы с проблемой, то есть дорожная карта со своими этапами и набором инструментов для каждого этапа. Итак, вначале необходимо понять, что нужно потребителю. После этого необходимо выбрать объект для изменений. Далее найти ключевую задачу. И только после этого хорошо решить ее. ТРИС – это набор инструментов, позволяющий выполнить многосторонний анализ и найти концептуальные решения. Для знакомства с современной ТРИС я подготовил несколько мини-лекций. В этих лекциях вы найдете основы инструментов ТРИС, позволяющих выбрать цель, выполнить анализ проблемы и решить найденные задачи. Чтобы научиться грамотно использовать инструменты ТРИС, необходимо продолжительное обучение и практика под руководством опытного наставника. Рекомендую смотреть видео по порядку. Пишите свои предложения и вопросы в комментариях. Я постараюсь на них ответить. Инновации с нами. До скорой встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok